Насчет обвинительного уклона в правосудии. Вы знаете, мы за последнее время приняли очень много решений, связанных с гуманизацией нашего законодательства. И это касается уголовного закона, это касается и административных правонарушений. И сейчас принимаются дополнительные меры. Это фундаментальные вещи, которые делаются нами сознательно, и мы эту работу продолжим. Вот в отношении того, что кто-то высказывает крайние взгляды, либо действует радикально. У нас большая сложная страна. Вы понимаете, одни радикально защищают либеральные ценности, и выставки провокационные устраивают. И при этом говорят, что мы делаем сознательно, чтобы побудить интерес к нашим действиям, к нашим произведениям. Здесь тоже мера должна быть, правда? Ну, да. Но должна быть мера во всем. То же самое можно сказать и о так называемых уропатриотах. Я сказал, что мы патриотические движения будем поддерживать. Но извращать ничего нельзя. Вот эта мера должна быть выработана внутри самого общества. В отношении конкретных лиц, о которых вы сказали, я, честно говоря, ничего даже не слышал, и фамилии этих не слышал. Я обещаю, я посмотрю, я просто не знаю, насколько там справедливые сегодня были решения. Теперь в отношении строительства нашими представителями бизнеса, в том числе предприятий с госучастием, строительства таких вызывающих по внешнему виду объектов недвижимости. Я согласен с вами, поскромнее надо быть. Вы правы. Я много раз об этом говорил. И надеюсь, что они услышат. Это касается и премии, это касается доходов. Даже если это в рамках закона возможно, нужно понимать, в какой стране мы живем, и не раздражать людей. Теперь в отношении исков различных. Но суд, в конце концов, определяет, справедливый иск или несправедливый. Если конкретное физическое лицо обратилось в суд за защитой своей деловой репутации, чести и достоинства, то суд определяет степень вины, либо вообще отсутствие таковой. Насколько мне известно, вот этот процесс, Сечин потребовал несколько миллиардов, что ли, от РБК. А потом суд согласился с тем, что он прав, но сумма, по-моему, там какая-то, 360 тысяч ничтожная, на самом деле. Ничего там страшного не произошло. Но дело в том, что ко мне часто приходят, скажем, деятели культуры, причем люди самых разных взглядов, и говорят о журналистском терроре в их отношении. Да, преследуют, хватают детей там, терроризируют. Я хочу обратиться к вам и к вашим коллегам, прошу вас тоже вести себя как-то аккуратно и не вторгаться в личную, частную жизнь людей, публичных, и деятелей искусства, и спортсменов, еще кого-то. Нам всем нужно вырабатывать определенные правила, вырабатывать и придерживаться их на основе общего, достаточно высокого культурного уровня нашей страны.